Всем привет, с вами Незо. Сегодня я бы хотел поговорить о христианских фильмах, почему их нельзя смотреть, почему вообще нельзя снимать фильмы по Святому Писанию и даже создавать мультфильмы, анимацию и в принципе прочие киноленты, киноповести, фильмы. И давайте начну с того, что я и сам раньше смотрел эти фильмы, сам раньше верил в них, потому что я думал, что они сняты в точности по Святому Писанию. И я посмотрел фильм, ну и подумал, что это правда, и в принципе читать ничего не надо, ведь и так все ясно. Если мне будет что-то непонятное, еще раз посмотрю. Но у меня всегда зарождались сомнения в тех или иных моментах. И вот, когда я стал изучать Слово Божье, я уже год читаю и изучаю Библию, прочитал Ветский Завет, сейчас читаю второй раз Новый Завет, и я понял, что в фильмах, в мультиках, первое, прибавляют и отбавляют свое. То есть они не снимают по Святому Писанию, не делают мультики по Святому Писанию в точности. Они что-то свое отбавляют, что-то добавляют, что-то прибавляют. И из Исуса Христа делают кумира. Люди, смотря эти фильмы, они смотрят на кумира, да, и ищут этого кумира. Вот прежде чем искать лица Иисуса Христа, да, истинного лица, люди создают себе этих кумиров и ищут лица этих кумиров. Каждый раз, думая о Господе, они вспоминают этих кумиров, понимаете? То же самое и в мультиках. И люди просто верят в это, и они не хотят изучать Слово Божие, чтобы познать истину. И ищут, и вот эти вот создают кумиры, и каждый раз вспоминают, и вспоминают они этих кумиров. То есть они не ищут Царствия Божия, они не ищут Бога, не ищут лица Божия. Поэтому прежде чем называть себя верующим и учить других чему-то, надо изучить Слово Божие. Изучать от корки до корки и благовествовать так, как написано в Святом Писании. То есть от себя ничего не добавлять и не прибавлять. Понимаете, вот на Ютубе, например, встречается много, большинство проповедников, которые не благовествуют Иисуса Христа, пришедшего в оплоте. То есть они не благовествуют Его. Они занимаются чем-то другим. То есть это люди душевные, отделенные от единства веры. Это лжепророки, лжиучителя. И что самое главное, люди их слушают. Люди им вникают и люди им потыкают. Они создают образ богатства. То есть чтобы люди, которые их слушали, видели, что это истинный образ богатства, истинный образ Иисуса Христа. То есть то, что это вера, это богатство. То есть это материальная основа, составляющая богатства. То есть это мамона. Но люди уже позабыли образ Иисуса Христа в Святом Писании. Как Иисус Христос был одет. Как происходило служение апостолов с Иисусом Христом после Вознесения Господа. Как происходило служение Господа на земле. Как Он говорил, что Он делал. Понимаете? То есть все, мы все извратили. То есть мы все извратили. Понимаете? Я еще раз вас призываю изучать Слово Божие. То есть Святое Писание. То есть если вы приходите к Господу, раскаялись, покаялись, изучаете Его Слово. И благовествуйте так, как написано в Святом Писании. То есть от себя ничего не добавляя, не прибавляя. И если у вас есть свидетельства данные от Господа, конечно же, благовествуйте. У вас свидетельства данные от Господа. А не как некоторые придумывают какую-то ересь. Людей, например, ложью успокаивают. Типа, все будет хорошо. Или будет дальше мир. И все такое. То есть они обольщают людей. Не верьте. Изучайте Слово Божие. Молитесь. Вот это вот самое главное. Изучать Слово Божие. Бодрствовать и молиться. И я призываю вас, вас изучать Слово Божие. Истинное учение Бога, данное нам через Иисуса Христа. Веский совет и новый. Но жить, жить по новому завету. Завету с Господом нашим Иисусом Христом. Не увлекаться этими фильмами. Не увлекаться этими мультиками. Как бы красиво они не были поставлены. Как бы вам не хотелось бы верить в эту красоту. Но изучайте Слово Божие. Изучайте. Не увлекайтесь этим гаданием. Не увлекайтесь этими астрологическими прогнозами. Не верьте этим колдунам. Этим шарлатанам. Не позволяйте дьяволу запутывать себя. И ловить сети. И утягивать на самое дно за собой на погибель. Веруйте в Иисуса Христа. Покайтесь. Изучайте Слово Божие. Помните. Рай реален. Ад реален. Ад это ужаснейшее место. Это просто ужаснейшее место. Помните об этом. Покайтесь. Покайтесь. Примиритесь с Богом через Иисуса Христа. Изучайте Слово Божие. Благовествуйте все, как написано в Святом Писании. От себя ничего не прибавляя, не отбавляя. Не прибавляя, не отбавляя. С вами был Незо. До новых встреч. Всем Божьего благословения. Божьей любви, Божьей милости. Мир вам. От Бога нашего и Господа нашего Иисуса Христа. Всем пока.